Украинские реалии Давайте украинские реалии Вон мене менше цікавить Як оптимальність? Якщо оптимальна яким чином можна підвищити рентабельність послуги мати готове рішення взяти готове рішення ще краще не писати його і мати його а взяти його локалізувати під ринок цільовий далі налаштувати мати там One Click Installation Package і мати темпу для демонстрації клієнта десь у себе на сайті, щоб він спокійно зайти подивитися Мастхак програма Мінімум для пропонування послуги в інтернет-магазині Стосовно якого саме рішення мати в запасі чи використовувати тут вже дивитися по собі В чому ви спеціаліст? Якщо ви спеціаліст взяв фреймворк на PHP то Якщо ваші клієнти не готові віддавати гроші за потужніший хостинг і дорожче вкладати за інтернет-магазин треба дивитися на якісь менші ресурсоєнки рішення як то 300-шоп Головне щоб це було регулярно підтримуване рішення Випускались нові версії обновлялись бобини на сайті бендера, який пропонує за шопингар вона ця варто звертати увагу Я в принципі з того досвіду я бачу для українського ринку я бачу, що в основному будуть якісь пічки, майські системи де в принципі грубо кажучи дизайн зробити і якесь мінімальне конфігурування воно ставиться і в принципі вже працює В принципі для українського ринку переважно немає якихось систем де є велика кількість компонентів Часто люди приходять і в цей їхній веб-магазин це буде замкнута система може не бути скажімо, старої системи яка вже 20 років замовлення обробляє і так далі Тобто в принципі існюючі PHP мають спільни системи які можна досить легко пристругати в плані вигляду вони так виглядають одне з непоганих Настюй навіть Ще запитання Хто працює на Україні, хто працює на Закті? На Закті хто працює? Окей Чи ми давайте поїхнемо з терапору, що знову пропустимо? Ні, ну я не думаю, що розумні і красиві, але добрати Як створити магазин на Закті? Або, можливо, якщо це питання Чи можна щось розказати про трендер власних мобільних систем Стосовно Я почну А потім ми якраз пояркнуші загальну Знаю, якраз Андрій детальніше зараз розробляє Загальні тренди такі, що на Закті останніше більша мобілізація буде вже якось Нобільно Тобто вони вже Трестуються В такому глобальному розумінню Що роблять воробники Взагалі воробники Від Magento Вдома була вже мобільна аплікація Стандарту Котору просто без бренда Розробляти Magento Розробляв таку річ Для своїх клієнтів І вони дають їй своїм мерчантам А розробникам Партнерам Magento Дають все мерчантам Міняють плейбул, ставлять іншу адресу магазину І вже получилася мобільна аплікація Але під Magento Така річ Це дуже сильний тренд І дуже великий З точки зору монетизації Більше грошей на iOS Тобто iPhone, Apple Але ви ще знаєте ви ще навіть розвитку А ми думаємо перспективу в Android А детальничкову групу вже Андріген не знає Ну, зараз всі нові технології Зразу ж по емерції У всіх є в районіорки Для реалізації Іспользовання Рішень Іспонабільних устройств Тобто андроїд і iOS Возможні подістані Такого напуганності Тобто андроїд Тобто андроїд Тобто андроїд Чи користується просто Мобільний мобильний мобильний сайт Чи як бачите рішень Тобто що є виміром Рішення Програмовне вирішення для устройств Тобто андроїд Тобто андроїд Тобто андроїд Чи це переважно мобільний вебсисто Чи це аплікація обеих системах логиковых мобильных, не идти апплікаций. Та самая история в мобильных, только швидкость людей сейчас больше. Сейчас, прямо сегодня, популярнее, не идти апплікации, то есть апплікации написаны на римовках, как я сказал, но тренд очень четкий. Даже самые речи типа Титания, типа обселератора, они, в принципе, переходят меньше на 5, плюс ССС, то есть, что есть, в принципе, мобильной версией сайта. Далее, там есть моменты, как в 5-м стандартах есть, есть несколько вещей, которых не было раньше, поэтому не расширь очень сильную возможность, например, как название логово-стораж, то есть возможность записать локально великий вьюнт данных, там, мегабайт. Но нет потребности по этой стримке рефрешения. Что же нужно сфиксировать и поймать, нужно все локально сохранять. Это очень сильный тренд. Я, особенно, сколько читаю, думаю, что процессора стоит очень сильнее, надто сильнее. Я думаю, что у меня есть мегагерц-процесс, или 1,5-мегагерц-процесс, не знаю. Гигагерц. Что? Гигагерц. 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 Это страшно. Устанавливается. Тренд такий, что мало численности там не будет. Они могут рендерировать HTML очень хорошо. Нема проблем с маленькими ресурсами, когда нужно ресурсов. Таких ресурсов и серверных технологий, так как все типы нету. То есть HTML, это тихо, я думаю, выиграет. Но это станет через рейк-два. Тут вы думаете, что есть сенс изучить мобильную разработку. Иснуючи, реклама пошли бы працювать, и потом адаптироваться до написания HTML без аппликаций. В целом, мы для себя сейчас в порядке эксперименту пишем на нейкер. Взяли документы, теперь делаем нейкер аппликацию под, я не знаю, там, андроиды, где его сомат. Но перспективу, чипу для обслуживания сервиса бачим только в написании HTML-приятий. HTML, JavaScript и дальше. Мы очень хорошо это проанализировали с JSON, с моментной передачей. Мы такую самую ряду все это робили. И еще, ну, решили абсолютно то же самое. Тут очень рано документы братья почитать и самому как сделать. А вот, дань придется JSON, не максимально ничем. Интерфейс написали уже на HTML, CSS, видео с китами. Слово, разработка заводится даже раз в китах. Все. То есть на эти компоненты маленький минимум. Также сейчас уже есть отдельные сайты, приложения для конкретных моделей или платформ. Ну, чисто тачскрина. Допустим, на AppStory есть даже список зарегистрированных приложений. Игр там под iPhone, который чисто на App-странице. Также под Android есть. Ну, по-другому, по-другому. Чего-то главное есть, что люди не розумеют, что не треба инсталювати. Тут уже AppStory, и в марте, и в тих сих назад. То есть, людей, люди не хочут кликать инсталювати, а не просто закладывать через правду. Люди не розумеют, что, может, через правду он сидит и подскладывает. Ну, собственно, спитания. Ну, а вы едете? Ну, на самом деле, для проекта тоже не выгодно, чтобы через слайдовые предложения только им выгодно продать, а не от того, что делают разработчики, ставят свою цену и забирают 300%. И поэтому им выгодно продавать предложения, чем... И плюс, что там, где-то задавалованы, больше. Ну, задавалованы. Там трошки есть исходы, там зависит от из-за якости, социальным образом больше не разработки, больше бизнесовое эксплуатационное. Каким членом рассуждаются эти аффлікации? Как раз Андрей дуже гарно рассказал про две, два ключевых зараза в месяцах. Это Store и Broad Market. Market, Broadcom. Тобто, это такие фанзенчики, онлайн, где все скачивается. Их и властники, Apple, або данный пакт Google, точнее, что люди, которые контролируют, не хотят пропускать этот спецпорт контролю. Хочу, чтобы все деньги подали через них, и мы с каждого получили маленькие деньги. Про разработчики, которые тоже хотят свободы, они не хотят до этого привязанных. И уже сейчас там есть так называемые адаптеры, или пиратские, не пиратские, а какие-то такие... Альтернативные. Альтернативные, да. Программы позволяют качать не из этих мест, а из альтернативных. Apple с этим активно борется, Android с этим борется. Альтернативные, да. А, там есть прямая... Так, так. Но он методом легкости, что есть прямая витечка для Android, которую позволить, что он двух, можно с коронних сайтов. То есть там немножко мягче все. И на разработку это очень сильно отливает на процессор разработки, и на процессор процессор, и на процессор. И очень важно, что нужно было даже при разработке. Поэтому, лайки загримывают, они идут все-таки, и они еще не меняются. И еще не меняются. И нужно тоже как-то открытку читать данную языковую. Чтобы понять, что там можно, что не можно. Там очень много окна, что не много Android в App Store, там не можно посылать, не можно много... Там много... Добавится строян, троян, и так далее так, и так далее. Да. Большое главное. Доброе утро. Да. В маркете были временосы и программы. Да. 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 Более. Внимательности. Окей. Можливо. Там есть очень много возможностей. Сейчас для вас или для нас, для разумников. Тут вопрос. Не знаю. В кого есть мобильный телефон? В кого есть мобильный телефон вообще? В кого нет? У меня вообще нет. Раз. В кого есть смартфон? То есть там есть какой-то смартфон. В кого нет смартфона? Говорите, что нет смартфона. Это какие модели? В Nokia. Да? В Nokia? Да. В Nokia? Раз. Не себе. Нет. Нет. В Nokia не имеет конкуренции. Потому что у этих величезных вендоров. А в принципе она минимальна. Я прошу. Воно уже запито. Не очень качественными аппликациями. Но сколько великих там маркетингов? Ну, там шанси очень сильно сравнились сейчас. Что Microsoft? Что вы, в принципе, до великой меры воно будет реализационным. Это открывает очень большие возможности. Это одно возможности. Оно закрывается. Оно закрывается через некоторый период, когда наполниться сэкономерином. Прийдут зрительные люди, зрительные компании. Прийдут вкинуть туда много денег. И сделают тоже зрительные вещи. И тогда в 13-м году закриется. Но до этого времени там очень большие возможности. И это стоит использовать. Есть такие известные истории про разработки игров. Например, из Дьвова. Я, конечно, не помню. У меня прозвища. Община заработала 20-30 тысяч долларов. Притом 2-3 месяцев. Какие игрушки это было? 50. Ну, 50, может, больше. Тут информация разная. Он несколько вопросов. Выставил очень сильно одна. И еще слабше. Но это был такой фактор сезонный. Два месяца не было популярен. И оно впало. И, в принципе, просто разрубляючи сэкономерином. Можно работать. Игры прямо сейчас немного тиск. Но достаточно много людей работают. Но есть еще другие рынки. И другие возможности. И очень большая штука. Был гитв. Google AIR. Девелопедейс. Это название. Очень рекомендую. Дивиться. Трансляция по интернету. Безкоштовная. Там они анонсуют новые регионы. Они называли новые фиши. Наступного андроиды. Они понимают, что будет 3-1, или 2-3, или 2-4. Но в конце концов это... Фейсер Комбищен. Будов не по форме. Тобто... Вам, как прогресс, можно просто сказать. Розпознай. Кто это. А многих кто-то знает. Там будет поддержка мобильных платежей. Такая система. Могут оплачивать это. Там будет поддержка, так называемая NFC. Не ахилл коммуникашн, не ахилл коммуникашн, не ахилл коммуникашн. Приходишь телефон близко до чогось. И это щитлюется. Это не через камеру, а просто через поле. Это так называемый метро. Мы выходим и не платим это. Не треба иметь жетоночки, или еще что-то. Так же. Это, фактически, изменяет вид по карточкам. Магнитным. Их не нужно. Вот. Идентификатор у вас. И это... Это речь, которая, в целом, ретейл классический. Очень сильно. На жаль, он до нас пизднейше выйдет. На жаль, у нас таки рынок, что у нас это поменяется через парни часы. Кубитки не нужно покупать. В принципе, не нужно. То есть, можно трудно купить кубиток на концерт и его в таком механическом виде, в целом, в принципе не таки. Потому что, тут кубиток, где пришел, провел, ампликация взаимодействовала и переверила, что это куплено. И все. То есть, это речь, которая меняет, очень много потенциала. Возможно, что мы сегодня начали покупать. Я очень рекомендую всем, кто еще не изменил, поменяйте свой телефон. Я сейчас больше на Android за ним. И рекомендую всем Android свободу. Он больше не будет открыта платформа. Это такая война этих двух платформ, iOS и Android. Android. Android, это консорциум, тысячи двадцать компаний, которые растут, они выигрывают. Это как платформа PC и другие. Apple, они все правильно делают, она закрыта. Она закрыта на них. Они развивают какую-то инфраструктуру для развития. Они сами закрывают все. Поэтому Android больше не было до души. Это выбирь каждого. Так вот, возможно, сейчас это освоить, потому что там цикл освоения для правительства не працювали. В предыдущих технологиях это было несколько месяцев. Это не год уже, как раньше было. И вы буквально за, я не знаю, что Андрей расскажите, насколько долго участвовали перед ним начали аппликации уже выдавать, и сколько часто участвовали? Для первого. Сначала отмечения от начала. Я начал писать про iOS до первого предложения, которое дали у нас обстоя. Прошло 5 недель. И то, потому что мы смогли сразу оформить аккаунт. То нам меньше даже чекало без рук. Там была 8-я такая ручка. То есть, там был свой способ. Можете запитать, о чем сделали они? Я балансировал. Вважаю, как протесты. Там абсолютно новый модель монетизации, можно сделать на рекламе. Зараз уже нет кризис, и так далее. Наших программах нет, пока трошки рано. Но там у них это очень такая разводительная инструкция. Там была AdMob, который Google так же купил. Это уже Google. AdMob, Mooclix, AdMob. Їх очень много. Есть так называемые агрегаторы, агрегаторы, медиаторы, которые получают несколько, которые ставят и зарабатывают больше денег. Такое хочется. Агрегаторы почитать в интернете в интернете. Варто еще на Windows Phone. Windows Phone, очень большой рост. Ну, в тиждях это был очень интересный. У нас недавно одинок его берет. Они говорят, что они все творят. Но сейчас там 17 тысяч человек по сравнению с 400 тысяч на на Windows. То есть и в интернете там вообще играет в интернете. Да, да, в интернете я слышал. Это интересно, потому что за них стоит Microsoft, который в конце концов своего подавал на самом возможности закрывается через полный час. Вот это дальнейшее. Будет в этой осени стартовая реализация уже есть, где магазин активно есть. Прошу. по-моему, это головая цепочка в составе 7-5 декабря. Да, мы подавляем под собой. Чтобы подавиться просто в 20-30 там новый ремень взяли. В Индии тоже несколько ухаждаем. Напомню, надо еще с малью проводиться в Киеве мобайл это есть мобайл и приезжают люди, кто занимается этими сроками, в стране не было, но потом я их запрошу, и я чувствую, что там людей зарабатывают все таки, все таки. Да. А, очень высокие рейки на эти вещи, если на захват подавать, которые продают все значительно веще не надо попалить все термори, которые приезжают массовые. Это возможно это разгрыется, потому что это разгрыется, потому что это если это разгрыка, которые есть месяц, но если месяц это месяц, то через 4 месяца. еще вопрос. Какого типу аппликаций стоит делать версии для мобильного 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 основу заплаты или с целых овых мобильного проекта Какие-то типы микроватта на мобайле? Все. Я думаю, вообще все типы. Интернатурат, это имидж, есть внести в компании, есть просто экраны, сложить пачку сигарет в Винстон и покрасить ее. Это реклама и также продвижение бренда, продажи тех же фотографий, картины. Мы делали приложение, в котором продавались электронные открытки. За доллар открытка продавалась и можно было продавать на МВЛ. И мы видим, что он стоит. Но это уже Хармин знает историю друг друга. Курмантов. Прекрасивая тема. Я расскажу. Да. Сколько слов? Тир в 10, это максимальная цена, это тысяча долларов. Ну, там, да, там идет только 1 доллар на транзакции, кредит, ну, маркерский. Поэтому 999 долларов, но, вон, 10, или чуть больше раз купили, и потом они делили цены. Потому что Apple запретила людей в Франции. Но ничего не было, потому что крутился краныш или все. Гарни, крутые камеши. Сколько тысяч долларов? Идет, за какое лапу будет? Да, есть еще одно предложение, это такая же цена, там, для студентов юридических, когда у других колледжей США тоже там, где-лишь по городу, или что-то такое, тоже за тысячу долларов, и тогда не будет работать. То тут тоже есть другая логика, и часто их там шукать тоже не треба. Треба подивиться, что же там, как оно, стараться. И для того, чтобы это понять, честно говоря, что надо все-навсимать этот пристрел. Видите, это такой пристрел, и сейчас просто тысячу, 300-400 гривен на андроидов, в этой модели, то мы можем себе это позволить, я думаю, в этом бизнесе. Просто для того, чтобы вы понимали, чем же там люди керуются сегодня. Мы думаем, мы можем сделать сейчас корпоративный стандартный элемент, в целом компании, обоязково. Не питание, что там там треба, а питание, чтобы понимать это. Потому что, чтобы быстро понимать, не коли они все будут, а сейчас. Все, что принадлежит у нас гроши, важно будет иметь на мобиль. А там, кстати, визитки, это правило хорошего дома уже будет. То, если компания может себе позволить это, может быть, сплата, это хорошее, то это варто. А есть какие-то другие стандарты, как делать мобильные, то, скажем, визитки? Верстается CSS, там, миниатай просто меняется, оказывается, инженер. То есть стандарт CSS предпочит, что много лет назад уже предпочит все решения. Просто CSS, медиатай, там, не технически. И чуть-чуть, так получается, ну, очень просто, роментарно. Это минимальная версия. Нет, минимальная версия. Ну, скажем, не техническая сторона, а че есть такие стандарты? Какие стандарты? Какие стандарты? Мы это можем именовать клиентов за великі гроши. Но я не знаю, что это все на все, это не CSS. Я не помню даже, но это нужно продавать за очень великі гроши. Пока что мы пришли, и мы не найдем все. Так. А те, что я пытался, это, например, вставить в App Store аппликацию, которая будет называться Magnetic One. И зайти на ней, и там отримать, скажем, 10 бета аппликации, одна и другая. Ну, какую-то такую, яка несет маркетинговую информацию про компанию и даёт, скажем, там, сгоротний звезок сайта. Да, например, маркетинговый маркетинговый что делается? Да, для рекламника движение тела это такое, где минимум функционально, там, возможно, какие-то новости, например, связь, правда, и все. И уже нет. Аппликация не веб-сайт. Это, конечно, что, вот, вот, 100, и там, безкоштовно. Возьмирую. В ответ не могу сказать, а то, что я не задам. Скажите, ну, если мы взглядаем варианты мобильных телефонов, смартфонов, так, это вопрос. какие типовые use case есть? Скажите, если мы берем интернет, ну, там, например, найпоширенший use case приходит на сайт, это, там, знайшов, и пришел, так, из телефона, это, как? Я пошутал в Аппсторе, что я себе знайшов, не пришел. Скажем, если мы имеем мобильную версию сайта, так, какой типовый шлях, чтобы прийти туда, так, гулять на телефоне, или, 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 или. Он анонсировал, и, я был, главный секретарь, с ней славы, Городченко, он послал в трех потоке, сразу после нового доклада, и, он рассказал о том, что Google, анонсировал в 2015 году, две трети всего трафика, будет проходить через мобильные устройства. и что бы, как бы, а если бы, ну, это обычное, спасибо. Мобильные устройства, больше, чем компьютеры, уже сегодня. Тренд только такой, мобильные устройства будут иметь все люди, которые наши китайцы, а компьютеры не будут иметь. То есть там будет людей хороших, всего уважения больше, чем там. Будет, надо смотреться. И еще таки, может, додал, что это еще лего в ревушке, очень важно для разработчиков мерить эффект, то, как наша комплекция используется. Мы просто скачиваем, еще и меряем эти моменты. Вот эти сервисы, которые мы разработаем, это будет поддержка мобильных платформ. Это программный компонент, который будет строить, как разработчик, программист, свою программу, бачить онлайн, что с ней делается. Это позволяет нам очень четко анализировать там, где платят, а не платят. Дуже моментально великое, как мы сделали это, это Google, это аналоговая статистика, потому что вы знаете. Это Google, в Adobe, Microsoft есть. То есть именно под мобильные, под звичайные платформы, под какие-то программы, которые не имеют компликации, сервисы, все это можно собирать. Это нужно начать сегодня. Почему? Чтобы мы, конкурентные переводы, что мы сейчас поднимаем, а логики нет. Это не логика, это что-то другое. А нам лучше, как говорится, мы тут логичками нужно это мерить. Это как раз сервисы, мы это меряем. Для всего мы наоборот, что это будет. Сейчас это готово. Еще у нас есть вопрос о том, что мы поднимаем, что мы сейчас поднимаем на ваш сайт, и, в принципе, что мы поднимаем на ваш сайт, через два года. И еще, на первое, что мы сейчас поднимаем на фон, а там будет у нас взаимки, а у нас у нас в английском языке, в отличном языке, в отличном языке, то есть еще дальше. Еще больше очень тяжело будет это слово. Ну, я бы так скажу, что вы что-лили, что вы что-лили, которые, которые поднимают вот такой формулируется такой образ, промышлотный стандарт, промышлотный стандарт, то веб версии. Что, что это такое? Скорее, какие-то стандартные технологии, а не не гардбарик, это больше впроваджение 5-го, это все страйперовая поддержка на всех мобильных пристроях, нормальная поддержка. Колькость точек, швидкость точек, не знаю, чи будет еще сильно швидкость процесора будет расти, ядерность будет расти. Никого не сдаваешь двухъядерным процесором на мобиле. Я считаю, что вот такая маленькая ремарочка. Motorola, по-моему, піврока года на конференции представила концепт, значит, мобильный телефон. И приходите домой, вставляете док-станцию и працюете, как на компьютере. Потужности хватает уже для офисного компьютера. Мобильный телефон уже можно сравнивать с офисным компьютером. Не вистачает только великого экрана, который включается, не вистачает клавиатури. Вот и все. Все решта по Wi-Fi, в интернет, все можно сдвижить, скачать, працювать постоянно. Так вот, можливый тренд. Відходжение в PC, как такого, мы будем их носить в пешенях. На работу, додому. Сейчас уже на то же самое тема, на фону мобильный. Извищение в злездахности. Там можно просто сказать, что Олег говорил, оно в кармане, он не влазит. И, конечно, очень великое. Тому-то таблети. Есть принятие таблетов. И вот кажучи, что само таблети, это, как говорится, 80% PC. Но, на самом деле, нужно сидеть для того, чтобы читать. Можно ходить, можно... Треба сидеть для этого, закупить салон. И потужность их еще выше, как... Ну, есть бакарей и так далее, но в таких мобильных выставках. Поэтому таблети защищают очень великое значение. Но сейчас в Штатах есть такая, а не мою ситуацию, когда в корпорации основной споживатель, по-моему, бата другого, это самая корпорация, они их закуповывают на працівників. Они не очень понимают, что это. Но это закуповывают, потому что это с этим перспективой. То есть, когда они представляют бюджет, и так далее. И это еще одна возможность. Это уже ближе к классическому программированию, то ближе к программированию, там, сложнее можно что-то сделать. Но это, ну, это мобильный. Говоря про iOS, там, в романе под айпад и айфон, это... Ну, они вот одна корпорационная система. В принципе, там только разница в дизайне или оформлении. И из всего аппи там только добавлены скрывающие окна, так как экран большой позволяет раскрывающие окна. В общем, это все. 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 Вы их там будете там. Збук андроида или андроид тренинг? Прямо тренинг? Прямо тренинг. Таких вещей. Тобто, вы можете программировать терроризор. Там таки, как в целом, такие цикави. Чим швидше мы начнем поврствоваться, тем швидше, как бы, звенимо мозг в виде обмежи, что это компьютер, и мы так працуем, и мы так працуем, тим больше такие, которые используют дивные идеи. Типа, это NFC, что оно позволяет? Это ключ, квартиру. Что это? Микро, чем мы поддерживаем, или не поддерживаем. Это, не знаю, это идея, я только скажу, сразу сходу. Это простая корпорация, она, как это, очень хорошо демонстрирует NFC, которые приводят телефон к телефону, и они взаимодействуют между собой. Это как раз то, что оно настроено, что было в четвертом портале. Это, в целом, обалденно. То есть, визиту, по-пророку, телефон ввели, и сказали, все. все. То есть, весь этот бизнес, если бы я был визитом, визитом, в целом, мог бы убедить. То есть, все было 30 минут. Так же, обеим материалами, если вы знаете, скачать фильм, давай фильм, нахуй. У меня проблема, что оно, не скажешь, что творит его, но оно может быть инициатором, что творит его, что творит его типа Wi-Fi, и, конечно, на какой может быть? То есть, чик, начало по Wi-Fi, веб-плеер, веб-плеер, очень интересная технология, ну, как технология, то, что назвали, маркетная технология AirPlay, то, что назвали, оно очень проще для людей налаштование Wi-Fi, то есть, плаг-н-плей, в таком уровне. они, как звичайно, скомбінувались ключи, и сделали это уже простым. Сейчас, наверное, огромное бачить, а есть кредит. Акцесс-поинт, как он сказал военец. Приклад того, ну, как, это технология, как она работает, и, ну, можно как-то взаимодействовать. Но в конце концов, оно очень сильно меняет то, как мы взаимодействуем. То есть, теоретически, начиная цифрация, получается, ну, как говорится, по киборгам думали, так вот, это продовжение нибудь так называемой едентальной людини, это документ может быть, какой у вас есть, вам не нужно, например, включить машину, вы можете взаимодействовать, и нет потребности в любом другом инфицировании и на этом очень много возможностей. Открываются очень сильные. Питание, че ризм может сейчас понимать вашу творчость. Это важно. И Питание того, че сможем мы это сделать правильно, так, чтобы было понимание, про что это, и конституировалось это. А в Апсторах у этих трендах очень интересные. Если оно поднимается, то если люди начинают его качать, оно поднимается в списках, там, и начинают еще больше качать. Это такой эффект массы коллеги, волны, и и взрывная популярность, например, Angry Birds, Маймси, вот эти пташки стрелят. Супер, они миллионы заработают в этом, что месяц. Иснувала купола, стреляла в разных кушечках, а выстрелила Angry Birds. Это не питание логики, это питание какого-то что-то такое, через что мы хотим понять, эти миллионы что-то заработали. Иснувала что-то 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 я знаю историю компании и так далее, но это не воплата, это система работы, но кроме них системы и другие компании, а выстрелы именно они, только нам в них научиться. но еще примеры, вы знаете, с головы сейчас можно какого-то взаимодействия между людьми, что они делают, можно передать музыку товарищу, то в принципе, получается, если передать музыку и другие системы, что там нужно, не нужны. То есть, система захиста передачи музыки, как мы ничего не знали, мы опа, ее передали, и нам любые системы захиста там они не важны. То есть, это означает, что у нас есть как разработчиков, теория авторского права есть такие вот электронные вещи, например, в заре карелянты. То есть, здесь система захиста, когда он открыт, то мы можем его забрать. Они фактически перестают иснувать. Копюрайты, если мы властники какого-то материала, какого-то книжки, или что-то, я получил книжку и получил книжку. Самые митверцы, они не все, они очень дешевые. Это такая визитка, чуть-чуть чуть-чуть очень дешевые, очень дешевые, выготовленные. И, соответственно, они очень скоро будут массивные. В предыдущих версиях андроидов, как вы правильно знаете, как вы уже мали уже обучение Nexus S поддерживает не все. Nexus S начали с 2.3 линго. Сейчас уже 2.3.4. Это уже сегодня есть, потому что оно еще на рынок не пошло, а были уже сегодня прямо. Мы можем продемонстрировать уже сегодня, чтобы им запасы часа, скачку и потом какие-то коммерческие порталы в этих порталах. Это очень сильно. У меня есть много, много. Я могу продолжать, можно как меньше пользоваться. Перемогу можно зайти на свой рабочий компьютер, установить VPN объединение и зайти в перемогу. Уже сегодня можно. Это не вопрос далеко нибудь. Это вопрос как как например, например, эта камера в своей большинстве большинство денег создала контрольную часть. Это большинство настройок. Уявите, что это камера, объектив, аккумулятор, все. Вот контролируем по Bluetooth. Это просто объектив до мобильного телефона, и у вас есть полноценная камера. А еще лучше по интернету, тут нам телефона не нужно. Тут можно далеко идти, и это большинство для разработчиков и для разработчиков. Самое главное, этих пристроек значительно больше, чем этих пристроек. Тут ростут тренды. Мы должны заниматься постойно, если мы занимаемся бизнесом, а не просто заплатить. Какие модели или производители на базе Android вам любили? Google с HTC. Конкретно телефоны, которые Google предлагал. Один Nexus One с HTC, другой с Samsung. А шаленая перевага в том, что чистый Android ставится, без надбудов лишнего. Такой, как Google его сделали. А это что происходит с Samsung? Какая версия? Nexus... Там сейчас Galaxy... Nexus S сейчас имеет последнюю версию. Они первыми получают авдейт. Nexus S и Nexus One. Еще не все проавдейтались. 2, 3, 4 сейчас. Такая вещь, что любые пользователи теоретически мают любые. Авдрейт это не новая версия. Там не совсем так, кто-то снова застаревает, но в принципе мобиль должен обновить программу. У вас же появится что-то там. На эмбуляторах Android уже третья версия до новости стоит. Ну как? А на телефонах оборонно-упровождение Третья версия? Таблетка вообще Android 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 iPad Android 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 Третья версия 2 для мобильных пристроек версия 3 для таблеток телевизорів и так далее. Но оно сравнивается сейчас. Третья версия аналогичная остальная третья а справа остальные 2 и 2 3 и 2 и 4 и 2 и 2 и и и и и 2 2 и 2 2 и 2 2 и 2 и 2 и и мы не маем сколько а это модель которая работает активно великие вендоры модель очень низкой цены но это массивная продаж но в целом у меня есть больше чем на Android и это рынок вторая по Android BlackBerry там специфика корпоративный и там много денег очень много денег это BlackBerry а не Android Android это уже меняется Android а iOS должно быть но BlackBerry тоже есть но это корпоративный нам как разработчикам индивидуальности в Украине очень сложно продавать как сказали невозможно но не хочет идти в принципе зависит от той перспективы на которую вы планируете как вы Анатолий рассказывал вы можете сделать выбор короткий чтобы сделать довго знать что у вас я думаю что мы уже говорили про Украину и про то что айфон нет официальной поддержки в Украине я думаю что если мы берем в украинский рынок и думаем чтобы работать с мобильными технологиями еще есть такой фактор который тормозит развитие что у нас нет нормального развития оправданных решений в плане доступных протоколей для мобильного я могу иметь телефон который поддерживает Wi-Fi который поддерживает 3G но если я реально начинаю думать какого я оператора куплю где там какое будет покрытие куда я поеду скажем в какую-то природу и что меня там будет вернуть то там велика есть скажем так в меру пустыня но не будет да? да десь тяга десь тяга я со своего досвиду я вижу что в некоторых местах у меня это позволяет только GPRS есть и я даже сейчас ремонт изготовления да 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 правильно это базовое покрытие очень широкое скажем Киевстар не широкое покрытие горе еще что там но сам протокол если GPRS то там деякие функции ты можешь забить а деякие функции ты не можешь забить потому что воно накладает обмежения на то какие возможности функциональные будут настолько широкие базовый интернет комбийный можно сказать что Украина покрыта что хочу не анонсована будет в том видео как скайп это очень большинство что раньше это скайп это будет в том что для нас это то что есть в Америке есть в Америке есть в Америке мобильность менее стабильная проблема возникает но где есть видео мы не очень связываемся в этом плане и проблемы не будут и это нормально нужно рассчитывать компрессии методы используются но таким образом ответственность за эти факторы нужно приносить на клиента и на оператора если они готовы платить за это оператор подтянулся моментально то нам лучше лучше а у нас есть это вы не можете думать это или немецкий штат шейф